Добрый вечер! Очередная богатая на события неделя. Позади, какими были эти семь дней, мы и поговорим сегодня. Это программа «ЖТКун». Меня зовут Александр Трухачев. Смотрите сегодня в выпуске. Когда отечественного автомобильного и авиационного топлива будет в достатке и сколько оно будет стоить в ближайшее время? Каспийский «Вектор» как миллионную тонну груза отправляли из Казахстана в Азербайджан. Чрезвычайные и полномочные, о чем Нурсултан Назарбаев говорил с послами иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот в Аккорде. С этого и начнем сегодняшний выпуск программы. В январе 2018 года наша страна впервые будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. В рамках этого международного органа мы намерены успешно работать со всеми нашими партнерами. Сегодняшняя экономика Казахстана дает большие возможности для сотрудничества и обладает огромным потенциалом. Мы заинтересованы в укреплении экономических отношений с зарубежными партнерами. Эти слова глава нашего государства произнес в минувшую среду в Аккорде во время церемонии вручения верительных грамот от чрезвычайных и полномочных послов Афганистана, Польши, Канады, Финляндии, Бельгии, Франции и Эстонии. Все они приступили к исполнению обязанностей по представлению официальных интересов своих государств в Казахстане и по законам дипломатического протокола, сменив своих предшественников, должны были вручить президенту нашей страны документы, которые удостоверяют их статус и выражают просьбу верить всему, что будет излагать каждый посол от имени своих государств и правительств. Приняв верительные грамоты, Нурсултан Мазарбаев отметил, что начало дипломатической миссии, вступивших в должности чрезвычайных и полномочных послов, выпало на очень интересное время. На время, когда Казахстан приступает к важнейшей стадии модернизации всех сфер жизни и деятельности общества, конечной целью которой является достижение стандартов качества жизни уровня 30 самых развитых стран мира. Говоря об этом, президент особо отметил созданные в нашей стране условия для расширения сотрудничества со всеми и по всем направлениям. Для многих стран ОССР, ЕС и Азии Казахстан ввел безвизовый режим, а в целях эффективного взаимодействия с инвесторами и бизнесом в стране были созданы национальные компании «Казахинвест» и «Казахэкспорт». На территории Экспо начинают свою работу крупные объекты. Международный финансовый центр «Астана», Международный центр ООН по развитию зеленых технологий и Международный технопарк IT-стартапов. В Казахстане создана инфраструктура для выхода на рынок ЕС, Центральной Азии и Китая. Что касается созданной в Казахстане инфраструктуры, которая обеспечивает не только выходы на внешние рынки, но и выстраивает прямое торгово-экономическое сообщение практически всех географических полюсов Евразии именно через территорию нашей страны, то, говоря об этом, просто нельзя не сказать об историческом событии, произошедшем на этой неделе. Из казахстанского порта Курык на Каспии в азербайджанскую морскую гавань Алят отправлена миллионная тонна груза. О том, что этот транспортно-логистический маршрут, связывающий Восток через территорию Казахстана, Азербайджана и Грузии с юго-западом континента крайне выгоден всем его участникам, говорит хотя бы то, что первая миллионная тонна груза прошла через нашу страну досрочно. Ее ждали только к концу нынешнего года, но спрос в этом случае опередил предложение. Международный транскаспийский маршрут продолжает свою работу и будет только расширяться во многом благодаря тому, что об этом с лидерами целого ряда государств лично договаривался президент Казахстана. Причем интерес к этому масштабному транспортно-логистическому проекту проявляют не только государства нашего региона, о чем и говорили на неделе в аккорде во время церемонии вручения Нурсултану Назарбаеву верительных грамот. Важным элементом наших двусторонных отношений является взаимодействие в сфере логистики. Казахстан может стать для нас воротами в Азию, Эстония в свою очередь готова наладить транспортные коридоры, соединяющие Казахстан со Скандинавией и с Европой. Хотели бы тоже сотрудничать с Казахстаном в смысле политическом, потому что теперь Польша и Казахстан в 2018 году будут входить как члены Совета безопасности объединенных наций. И думаю, что это будет очень важно и очень, так я могу сказать, интересная сфера нашего сотрудничества. Еще одно важное событие, к которому будет приковано внимание не только Польша, как государство, которое с нового года будет рука об руку работать с Казахстаном в совбезе ООН, но и вызовет огромный интерес у всего мирового сообщества, состоится в Астане в последние дни этого месяца. Речь идет об очередной стадии переговоров по мирному урегулированию военного конфликта в Сирии. Впрочем, так называемый Астанинский процесс в кругах высшего мирового политического эстеблишмента уже давно зарекомендовал себя как один из самых эффективных инструментов, который положительно влияет на разрешение самого кровопролитного конфликта новейшей мировой истории. Вот что на этой неделе относительно роли Казахстана в урегулировании сирийского вопроса сказал президент России Владимир Путин. Что касается сирийского урегулирования и астанинского процесса, хочу поблагодарить Казахстан и президента Назарбаева за то, что нам была предоставлена с другими участниками этого процесса, предоставлена астанинская площадка. Казахстан не просто место, где собираются, оно очень удобное место, имея в виду нейтральную позицию Казахстана, и имея в виду, что Казахстан никогда не вмешивался в какие-то внутренние процессы сложные в регионе, а наоборот является авторитетным посредником. Хочу отметить, что были моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определенную ответственность для того, чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны. Это очень позитивно, мы за это очень благодарны. Удалось в значительной степени сблизить позиции по ключевому вопросу прекращения кровопролития. И создание зондоэскалации – это самый значимый результат всей работы в Сирии вообще за последние два года и астанинского процесса в частности. Должен сказать, что существенную роль вносят и другие страны, которые напрямую не участвуют в переговорах в Астане, но незримо присутствуют и влияют на происходящие процессы. В том числе это касается и Соединенных Штатов Америки, таких стран, как Саудовская Аравия. Как раз таки об установлении связей между правоохранительными органами Казахстана и Саудовской Аравии в условиях проявления угрозы глобального терроризма Нарсултан Назарбаев и говорил на неделе в аккорде с министром внутренних дел этого королевства. Абдель Азиз бен Сауд бен Наив передал главе нашего государства «Приветствие от короля с заверениями» в интересе дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что на протяжении последних 26 лет наша страна прикладывает все усилия для развития братских отношений с Саудовской Аравией. «Мирного неба и благополучия братскому народу Кыргызстана, а победившему на выборах Саурунбаю Жейнбекову здоровья и успехов на высоком государственном посту» пожелал Нарсултан Назарбаев в телеграмме поздравления на имя избранного президента соседнего государства. «Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран», подчеркнул глава нашего государства, выразив уверенность в том, что под руководством Саурунбая Жейнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития. А вот отечественных крестьян Нарсултан Назарбаев на неделе поздравил с окончанием уборки урожая. Говоря о ее результатах, президент подчеркнул, что самоотверженная работа агрария взложила прочные основы продовольственной безопасности страны и в очередной раз подтвердила статус нашей республики как ведущей зерновой державы. «Казахстан высоко ценит вклад тружеников села в обеспечение благосостояния нашего народа. Поздравляю вас с успешным завершением уборочных работ. Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов во имя процветания нашей Родины», говорится в тексте поздравления главы государства по случаю успешного завершения уборочной кампании. Темпы уборки выше прошлого года. Намолочено на сегодня 21,7 миллиона тонн при урожайности 14-20 метров. Это по сравнению с другими годами неплохие результаты. Мы за это время занимались развитием потребительской кооперации, улучшением семейного фонда, улучшением продуктивности животноводства. А это уже встреча главы государства с заместителем премьер-министра, министром сельского хозяйства Казахстаном Аскаром Мирзахметовым, во время которой обсуждалось то, как продвигается процесс реализации программы развития агропромышленного комплекса страны. Все показатели в целом показывают положительную динамику. Но несмотря на это, мы говорим, что сельское хозяйство, аграрный сектор страны – это очень большой драйвер нашей экономики, и на это вкладываются большие государственные средства. Они должны давать соответствующую отдачу, чего пока, к сожалению, нет. Куда более жесткий разговор состоялся на неделе между главой государства и министром энергетики Казахстана. Получившему выговор от президента и пытавшемуся на прошлой неделе доказать всем, что дефицита автомобильного топлива в стране не было, министру Нурсултан Назарбаев доходчиво, опираясь на должностные положения возглавляемого министром ведомства, объяснил не только то, что дефицит на самом деле был, но и назвал тех, кто в этом дефиците виноват. Министерство энергетики по должностному положению отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса страны, в том числе за обеспечение внутреннего рынка горящими самозрачными материалами. Ситуация, которая была с дефицитом бензина в стране, показала, что со стороны правительства и министерства энергетики допущена халатность самая настоящая и безответственность. Поэтому по предложению правительства я объявил министру выговор. Вообще это чрезвычайная ситуация. Президент объявляет министру выговор. Равносильность освобождения от должности. Вот это вот упущение большое, это касается всего правительства. Я предупредил и премьера Сагантаева, что его вина тоже есть. И ты своей работой подвел правительство. Принимайте мир и в следующий раз будет более строгий подход. Повод для следующего раза, если, конечно, не произойдет еще чего-то из разряда халатной безответственности, доводящей до чрезвычайной ситуации, соответствующими дисциплинарными действиями, равносильными чему равносильными продолжать не буду. Так вот, повод встретиться в следующий раз должен случиться в первой половине будущего года. И очень хочется надеяться, что при этой встрече речь пойдет не о дефиците и не о растущих из-за импортного топлива ценах, а наоборот о максимальном производстве собственных ГСМ и как результат о снижении их стоимости. В следующем году мы полностью себя сможем обеспечить горючими свадочными материалами и бензином. В первом полугодии мы начнем обеспечивать себя полностью высокооктановым бензином и дизельным топливом. И начнем, наконец, с авиационным топливом. Такое вот обещание главе государства дал первый руководитель ведомства по должностному положению, отвечающего за вопросы топливно-энергетического комплекса страны. О чем еще шла речь на этой встрече и что происходило на розничном топливном рынке во время уходящей недели, об этом расскажет моя коллега Зарина Ахмеджанова. Жесткую критику от президента Нуршултана Назарбаева вот так практически тет-а-тет опустив глаза и что-то записывая в блокнот, выслушивал министр энергетики Канат Бузумбаев, видимо понимая, что ситуация на рынке ГСМ доведена практически до крайности. Ситуация, которая была с дефицитом бензина в стране, показала, что со стороны правительства и Министерства энергетики допустила халатность самая настоящая и безответственность. Еще в мае месяце вы сами подписали график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. Вообще это каждый год такое происходит, каждый год. То есть, раз такое мы знали, мы должны были подготовиться, вывести соответствующее количество энергоносителей и обеспечить население горячую смазку материалами. Этого сделано не было. Вообще это чрезвычайная ситуация. Президент объявляет министру выговор. Равносильность освобождения от бога. Канад Бузумбаев свое кресло все же сохранил. Сейчас он единственный министр, ныне действующий член правительства, с публичным выговором от президента, хотя лимит доверия еще не исчерпан. Канад Бузумбаев заверил, что такого больше не повторится. Отчасти реабилитироваться высокопоставленному чиновнику и сему министерству энергетики поможет модернизация и запуск нефтеперерабатывающих заводов, о чем главный энергетик страны очень подробно доложил Нурсултану Назарбаеву. Два нефтеперерабатывающих завода в этом году завершаются. Полударский нефтеперерабатывающий завод 100% модернизация завершится в ноябре. Вчера комиссия министерства энергетики, которую я там и отправил, она работала. Все необходимые оборудования, люди, техника есть. Сейчас только идет оплатка, настройка. Мы надеемся, что в ноябре месяце полностью обновленный нефтеперерабатывающий завод в Павлодаре уже с другими по качеству продуктами, нефтепродуктами и объемами будет. И к концу декабря, начало января по новому уже расширенному топливному циклу с включением впервые используемой установки каталитического крекинга на Атараловском нефтеперерабатывающем заводе, будут увеличены объем светлых нефтепродуктов, улучшены выхода, а также качество соответствующее Евро-4 и Евро-5. А Шымкент? Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, первый этап его завершен был весной, мы его приняли, дополнительный объем ГСМ они вырабатывают. Сейчас идет работа по строительству и установке также каталитического крекинга. В следующем году мы полностью себя сможем обеспечить горючими свадочными материалами и бензином. Значит, в первом полугодии мы начнем обеспечивать себя полностью высокооктановым бензином и дизельным топливом и начнем, наконец, авиационным топливом обеспечивать. До настоящего времени у нас до 30% по бензинам завозилось и по импорту, где-то процентов 10-15 по дизелю завозилось и более 50% мы импортировали авиационное топливо. Прошло всего несколько дней после серьезного разговора в Аккорде, как от Рауски нефтеперерабатывающий завод приступил к выработке дизельного топлива зимних марок. В день здесь будут производить до 3300 тонн горючего, а до конца года до 240 тысяч тонн. Все выпускаемые топлива будут соответствовать экологическому классу К2-К3. Первоначально будем производить топливо, которое применяется при температуре минус 15 градусов, а с 26 октября завод переходит на выпуск дизтоплива, применяемого при температуре минус 25 градусов Цельсия. Впрочем, это не единственные перемены за неделю на рынке горючосмазочных материалов. Вся сфера ГСМ активизировалась как никогда и даже вопреки. Несмотря на явную дороговизну топлива, национальная компания «Казмунайгаз» для стабилизации поставок бензина начала закупать все необходимые для внутреннего потребления объемы у российских поставщиков. Безусловно, что цены там значительно выше, чем в Республике Казахстан. И «Казмунайгаз» несет большие издержки. Эти издержки полностью не покрываются, но тем не менее констатируем о том, что определенное повышение цен на бензин сейчас происходит. Полагаем, что это будет на уровне 165 тенге, а с последующим завершением снижением кризисных явлений по поставкам бензина. Депутатом Сената Парламента заместитель министра энергетики Бакаджан Джаскалиев на неделе сообщил, что цена 92-го будет на уровне 165 тенге за литр, тогда как сам министр энергетики Бханат Бузумбаев уже после заседания правительства журналистам озвучил немного другие цифры. В связи с тем, что 40% бензина в октябре будет российского, она может увеличиться в среднем до 160-161 тенге у крупных сетей. В дальнейшем, в ноябре, в связи с тем, что доля российского бензина на рынке будет уменьшаться, в связи с запуском 25-го числа Павлодарская нефтеперерабатывающая завода, все три завода полностью будут работать, доля уменьшится. Во второй половине ноября возможно снижение цен от уровня 160-161 в сторону уничтожения. 160 или 165 тенге за литр – разница, возможно, небольшая. На этот раз есть надежда, что в Минэнерго в расчетах не ошиблись, и цены не поползут еще выше. К слову, именно этого ожидают представители дочерней компании «Казмуной газа». Цены, ну, они зависят от российских цен, от наших цен, и также их баланса в поставках. Поэтому потолок я не могу ограничивать, потому что цены никто не регулирует, но я не думаю, что это будут заоблачные цифры. То есть, скорее, повышение, чем понижение, да? В краткосрочной перспективе, скорее всего, да. Автолюбителей явно обрадует то, что прогноз этот на краткосрочную перспективу. Главное, чтобы бензин был. И он, кстати, есть. Хотя в начале недели, по словам Пахаджана Тасамбаева, сложности все же были. Имеющийся в шести регионах объем нефтепродуктов позволял компании реализовывать не больше 20 литров бензина в одни руки. Тогда как в восьми областях вопросы с поставками топлива на тот момент были решены полностью. К концу недели ситуация с ГСМ по сети Казмный газ стабилизировалась. У нас имеются достаточно запаса по бензину Ай-90, да. Плюс у нас еще на октябрь месяц запланирован достаточно большой объем с местных заводов. Если учитывая то, что уже в пути и то, что отгружено, и то, что у нас имеется на нашей нефтебазе, мы вполне можем обеспечить регион при нынешней ситуации, то есть при нынешнем спросе на 20-25 дней. Дизеля тоже имеем более 2000 тонн на нефтебазе. То есть этого тоже хватит на более 20 дней. Никаких ограничений. Все свободные продажи. На сегодняшний день на 72 станциях реализуются все топливо, все виды топлива, без каких-либо ограничений, без каких-либо лимитов и талонов. Наш основной поставщик топлива – это Омский нефтеперерабатывающий завод. И никаких перебоев с поставкой мы не испытывали. Мы как продавали, так и будем продавать. В целом, нехватки топлива по стране нет. А в 2018-м такое явление, как дефицит бензина, и вовсе может стать архаизмом. Так как в следующем году переработка нефти в Казахстане должна достигать 15 миллионов тонн. Стабилизируется ситуация и с поставками угля. Сегодня на этой погрузочной площадке хранятся 2000 тонн угля сорта «Майкуба» и «Богатырь» из Екибастуза. Отпускная цена одной тонны от 10 до 11 тысяч тенге. Всего пару дней назад здесь в день загружали до 200 грузовых автомобилей. Но сегодня, как видите, таких очередей уже нет. Отчасти потому, что этот уголь не из шубар-пульского разреза, который по сей день остается самым востребованным. Именно за ним выстраиваются самые длинные очереди. Хотя с начала года в Казахстане добыли больше 75 миллионов тонн угля. Его львиная доля отгружается энергопроизводящим предприятием. Какая-то часть ушла на экспорт. Для населения же предназначено больше миллиона тонн. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. То есть, согласно логике и законам рынка, где спрос рождает предложение, дефицита быть не может. Так может, во всем виноваты посредники? Производители уголь добросовестно добывают, железнодорожники оперативно перевозят. И до станции назначения он доходит. Мы предлагаем установить требования к оптиму на розничным поставщикам, наличие производственных плат, баз, складов хранения, подъездных путей и прочее. Это позволит исключить непродуктивных посредников. Все это сделать до Нового года, принять законодательные меры. Так, через череду рук посредников твердое топливо дорожает в 2-3 раза. Например, на угольных разрезах стоимость за тонну порядка 5 тысяч тенге. Но для казахстанцев этот же уголь доходит с ценниками от 11 до 20 тысяч тенге. Поэтому сегодня сразу в 13 областях ведется расследование на предмет ценового сговора. А вопрос, почему эти проблемы в профильных министерствах не смогли предвидеть и не смогли вовремя обеспечить нужным объемом топлива, остается открытым. Ведь каждый руководитель ведомства персонально. И все министерства в целом несут ответственность перед населением. Еще одним министром, которому глава государства на неделе напомнил об ответственности перед страной, стал первый руководитель ведомства, отвечающего за государственную политику в области инвестиций и развития. То есть за то, как привлекаются в экономику и социальную сферу внебюджетные деньги, и за то, как реализуются масштабные государственные программы. За все эти вопросы отвечает ваше министерство, и вы несете полную ответственность за выполнение этих важнейших экономических и социальных приоритетов нашей страны. Все эти программы очень важны и социально направлены на улучшение жизни наших казахстанцев. Работа по реализации государственных программ, за которые отвечает министерство по инвестициям и развитию, продвигается неплохими темпами. На отдельных участках планы даже перевыполняются. Это если говорить в целом. В частности же, глава государства сделал ряд замечаний, которые, по всей видимости, будут исправлены в рабочем порядке в ближайшее время. Особый акцент президент поставил на двух государственных программах. За годы реализации программы индустриализации введено 1060 проектов на сумму 5,2 триллиона тенге, и создали мы 100 тысяч рабочих мест. С начала реализации программы индустриализации введенными проектами произведено продукцией 8 триллионов тенге. Вот это важнейшее достижение нашей страны. И мы производим 500 продуктов, которые никогда Казахстан раньше не производил. В частности, государственная программа индустриализации еще не обеспечила диверсификацию экономики, так мы хотели. Доля обрабатывающей промышленности ВВП существенно не изменился. За 9 месяцев на 110% перевыполнение, понятно, но объем только в этом году за счет всех источников мы планируем издать более 10 миллионов квадратных метров жилья или почти 100 тысяч квартир. 100 тысяч граждан, семей получат квартиры. Каждому, кто хочет построить дом, мы обещали дать 10 соток, мы даем, подводим туда коммуникации и говорим «строй». Вот таким способом сейчас в 9 областях, я видел, строится жилье. По Нурлужер, вот мы говорим, но можно достичь еще больших результатов, если заработали бы все инструменты, как следует. Не до конца все это работает. Кроме этого, глава государства поручил министру по инвестициям и развитию усилить работу по ипотечному кредитованию населения, улучшению качества строительства автодорог местного значения, наращиванию объемов экспорта отечественной продукции за рубеж. Ну а вот уже весь правительственный корпус в полном составе на неделе защищал перед депутатами Нижней Палаты Парламента проект бюджета на предстоящие три года. И судя по атмосфере, в которой проходило обсуждение статей расходов государственной казны в Можелисе, инициированная главой государства реформа системы политического управления страной, которая наделила депутатский корпус большими контролирующими правительство полномочиями, дает свой положительный эффект. Ирина Камышова продолжит. Тяжелая правительственная артиллерия сегодня на защите проекта главного финансового документа страны и бюджета на ближайшие три года. Сколько и куда будет потрачено долго и напряженно, министры согласовывали вместе с депутатами и представителями общественных организаций. Согласно основным параметрам республиканского бюджета, расходы на 2018 год составляют 9 триллионов 217 миллиардов тенге. К 2020 году эта сумма составит уже больше 10 триллионов тенге. В целом, проект госбюджета на три года выглядит так. Львиная доля всех средств будет направлена на социальные нужды только в 2018. Соцобеспечение, пособия, здравоохранение, образование – это почти половина от общего объема расходов за год. В трехлетнем периоде эта сумма составит больше 13 триллионов тенге. Но главный вопрос – как эти деньги распределяются? Новые школы будут построены в Ахмолинске, Харагандинске, Магасталовских областях, где потребность школы значительно меньше, чем в густонаселенных Южно-Казахстанской, Октябрьской областях, а также в городах Алматы и Астана. Непонятно, по каким критериям распределяются средства и республиканского бюджета на строительство объектов образования в разрезе областей. Первое – это дефицит ученических немец. Второе – у нас есть программа по ликвидации аварийных школ. Третий фактор – это ликвидация трехсменных школ. Но в дискуссию включился главный финансист страны, заявив, что, кроме всего прочего, денег на школы для всех попросту не хватает. Бюджет в силу ограниченности ресурсов. Мы никогда не сможем покрывать все потребности по быстрым инвестициям. Можилисмены не согласились. Мол, о какой нехватке речь, когда в отчетах сплошные неосвоения. Спикер Можилиса подчеркнул – средств казни достаточно, просто распределять их нужно правильно и эффективно. Другой вопрос – когда казахстанцы питьевую воду получат. Без магистрального водоснабжения живут примерно 3000 поселков. Кто-то из депутатов отметил, что с такими темпами благоцивилизации до сельчан дойдут только через 43 года. Другие привели в пример элементарную межведомственную несогласованность в намеченных планах работы. Если мы посмотрим стратегический план Минсельхоза на 18-20-е годы, то увидим, что целевой индикатор обеспечения доступа населения республики к централизованному водоснабжению к 2020 году планируется обеспечить на 100%. По данным же стратегического плана другого государственного органа, Министерства по инвестициям и развитию, аналогичный индикатор планируется обеспечить лишь на 63%. Поясните, пожалуйста, почему такое несоответствие? В программе развития регионов до 2020 года определены индикаторы 97% к 2020 году – это водоснабжение в городах и 63% в сельских населенных пунктах. Сегодня, Нурлан Зарулович, в рамках разработки и в последующем утверждения стратег-плана до 2025 года эти показатели будут скорреспондированы. Вот кто строил, тот пусть прыгает. А это коммунист Владислав Косарев. Вот так эмоционально депутат прокомментировал строительство республиканской базы лыжного спорта в Щучинске. Мало того, что объект не могут достроить вот уже несколько лет, так еще и за это время его стоимость увеличилась почти в два раза. Можельсмен считает, что строительство этого объекта было бессмысленным изначально. Мы сегодня говорили о трамплине, который никому не нужен. На том трамплине никто прыгать не будет, там ветер не позволяет. Скорость ветра должна быть не более трех метров, а таких дней в году не бывает. К слову, это был тот самый день, когда на резонные вопросы депутатов пришлось отвечать даже премьер-министру. Вот Артур Платонов озадачен. Объемы добычи нефти растут, а поступления в Нацфонд снижаются. Стоимость барреля нефти и курсы валют относительно стабильная. Средняя цена нефти даже немного выше прогнозной. Бахджан Абдуардович, почему уже так получается? Ведь если увеличивается добыча нефти, цена на которую относительно стабильная, и будем говорить прямо, непровальная, и она, повторяю, выше прогнозной, то должны увеличиваться отчисления в Нацфонд. Объясните, пожалуйста, причины снижения поступления в Нацфонд от предприятий нефтяного сектора. Дискуссия была довольно жаркой и напряженной. Депутаты отмечали расхождение плановых и фактических параметров бюджета. Порой возникали опасения о возможном риске недостижения конечных результатов, когда деньги есть, а программы не выполняются. Пока же, судя по ряду примеров, правительство следует вдогонку за событиями, вместо того, чтобы опережать их. Так происходит и с подготовкой к зиме, и с обеспечением углем, бензином и защитой отечественных производителей. Найти надо решение проблем. Глава государства дал вам эти полномочия. Теперь вы самостоятельно приняете государственные программы в решении оперативных вопросов. Парламент вам в этом помогает, и вы это видите даже сегодня. Что же мы наблюдаем сейчас? После продолжительных дискуссий проект трехлетнего бюджета был одобрен. Замечания депутатов учтены. Спикер Мажелиса при этом отметил, использовать бюджетные деньги нужно в первую очередь в полном объеме, и главное, эффективно. Одобренный нами проект трехлетнего бюджета носит сбалансированный характер и в целом решает те задачи, которые президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил в своем послании народу Казахстана. Необходимо также отметить, что депутатский корпус при работе над проектом бюджета преследовал цель повысить эффективность бюджетных расходов при неукоснительном соблюдении приоритетов стратегического курса главы государства и выполнении всех государственных программ. Отмечу, что Мажелиса правительственный тандем смог изыскать дополнительно 22 миллиарда тенге. Их направят на возведение школ, сейсмое укрепление объектов здравоохранения, реконструкцию автодорог и развитие системы водоснабжения и водоотведения. Ну а насколько эффективно будут использованы деньги, как того требуют депутаты, можно будет сказать уже в следующем году. Ирина Камышова, Канад Абильдин, Житыкун. Тем временем на неделе в Астане состоялась встреча правительственных делегаций Казахстана и Кыргызской республики в узком и расширенном составах. Итогом этой работы стало создание двусторонней рабочей группы, которой предстоит разработать совместную дорожную карту по взаимодействию на государственной границе. Мы обсудили проблемные вопросы двусторонних экономических отношений. Они касаются взаимодействия наших стран в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Также были рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил Евразийского экономического союза. К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана, из-за чего мы несем прямые убытки. И кыргызская сторона сегодня согласилась с поставленными нами вопросами. После принятия дорожной карты стороны обязуются обеспечить полное выполнение достигнутых договоренностей. Ну а теперь к теме, о которой мы говорим практически в каждом выпуске на протяжении вот уже нескольких месяцев. И говоря об общенациональной программе духовной модернизации нашего общества, мы каждый раз отмечаем то, что этот процесс является важнейшим венцом большой работы по модернизации всех сфер жизни и деятельности государства. Потому как общество, не имеющее морально-нравственного стержня, в какой бы развитой экономике оно не существовало, какими бы современными технологиями оно не обладало, долго процветать не может. И тому факту, что именно упадок духовности уничтожил огромное количество, казалось бы, успешных в целом цивилизаций, в мировой истории есть огромное количество доказательств. И именно тогда, когда уже заложены основы развития экономической модели государства, когда эта модель наряду с моделью общественно-политических отношений начала стабильно работать, в этот самый момент и наступает то время, когда необходимо задуматься над формированием духовного облика общества. По такому пути пошла наша страна, за 25 лет построившая молодое независимое государство, о котором узнал весь мир. Ну а на неделе программу духовной модернизации нашего общества, инициированную Нурсултаном Назарбаевым, презентовали на самом высоком уровне в штаб-квартире организации по вопросам культуры, науки и искусства ООН в Париже. Визию президента, это, конечно, обращено на будущее. Мы говорим о наследии, мы говорим об археологии, мы говорим о традициях, которые очень важны, но мне кажется, это важно знать, это важно изучать, обучать, так же, чтобы молодые люди знали свою историю, чтобы они больше даже, я бы сказала, уважали свой идентифик. Мне кажется, Казахстан обращается к будущему развитию, к будущему, я бы сказала, участию в этом глобальном мире, который требует от нас, чтобы молодые люди были глобальными гражданами, как мы говорим. И поэтому я с глубоким уважением отношусь к этому проекту и к этой инициативе. Мне посчастливилось ознакомиться с текстом программной статьи президента Назарбаева по духовной модернизации общества. Я отметил для себя два очень важных пункта о необходимости культа знаний и об отношениях со всем остальным миром. Презентация программы Рухани Жангару на глобальном уровне в ЮНЕСКО прошла более чем успешно. Культурное наследие Казахстана, лучшие достижения современного искусства, история, народа и его традиции вызвали неподдельный интерес у экспертов, которые по долгу службы в ЮНЕСКО хорошо знакомы практически со всеми культурами мира. Ну а пока в штаб-квартире организации по вопросам культуры, науки и искусства ООН. Эксперты изучают не только по-новому открывшийся для них Казахстан, но и задумываются над возможностью перенять у нас опыт сохранения культурного наследия. Тем временем в нашей стране продолжается планомерная работа по реализации общенациональной программы Рухани Жангару. И, пожалуй, самым масштабным мероприятием уходящей недели стал форум земляков Восточного Казахстана, проведенный в Усть-Каменогорске в рамках проекта «Туганжер», который глава нашего государства назвал одним из самых важных направлений программы Рухани Жангару, потому как этот проект основан на принципах укрепления общенационального патриотизма. Марат Токмагамбет расскажет подробно. Рухани Жангару. Почти 700 предпринимателей. Встретить можно было и известных политиков, и деятелей культуры, спорта. Кто-то здесь родился и продолжает работать, а кто-то специально приехал на малую родину, чтобы поддержать инициативу президента страны. В области значительно усиливается роль бизнеса в развитии региона, и, как показал форум, будет только усиливаться. Бизнес увлекается в социальную жизнь города, области, и при этом помогает. Это частое явление? Очень мощно поддерживается строительная отрасль. Вчера мы презентовали Акиму области программу «Мой двор», то есть в городе Юскимингоска 311 дворов. На 48 миллионов мы благоустроили двор по улице Космическая 21. Здесь же дали старт специальному проекту «Минэн Мехтебэм». Организаторы провели мастер-класс, как в рамках социального аукциона за два часа собрать больше 2 миллиардов тенге. Наши первые данные проекты вносит 53 миллиона 275 тысяч рублей. От 40 до 50 миллионов, это наш, помогаем школам. 2 миллиарда 273 миллиона 605 тысяч. Ура! Эти деньги пойдут на оснащение городских и сельских школ. Ну, мы не могли остаться в стороне от этого проекта. Данная программа подразумевает полностью замену мебели в школах, а также приобретение кабинетов физики, биологии, химии и робототехники. По программе «Туганджир» восточно-казахстанскую область планируется привлечь больше 20 миллиардов тенге. Причем половину этой суммы меценаты уже инвестировали в развитие области. Они строят здесь дороги, возводят детские сады, помогают людям с ограниченными возможностями. Например, этот интернат для детей с особенными потребностями. Здесь ребята и лечатся, и сразу получают начальное образование, а позже и осваивают профессию. У нас с 1 по 4 класс дети обучаются здесь, на базе школы-интерната Акниед. Я думаю, это и оправдано, потому что для них это определенный адаптационный период. А с 5 по 11 класс дети инклюзируются в общеобразовательные школы, которые находятся рядом с интернатом, что, в общем-то, помогает детям, прежде всего, общаться. Это первая подобная школа-интернат в республике. Дети могут позаниматься с логопедом или психологом, а позже отправиться на специальную тренировку или лечебный массаж. Живут и учатся здесь почти 90 особенных детей. Строили интернатное средство благотворительного фонда. Время показало, что необходимость была высокой именно в таком учреждении. Конечно, потому что в области есть дети, которые находятся на надобном обучении с нарушениями порнодвигательного аппарата, зрения, слуха, речи, но с интеллектуальной нормой. И эти дети не получают полноценного, будем так говорить, образования, потому что школьная программа, конечно, сокращена. А этот медицинский комплекс в Усть-Каменогорске три года назад построил промышленный гигант региона в рамках социальной ответственности бизнеса. Причем сегодня он считается одним из лучших в Казахстане. Ранее, чтобы попасть на прием к узким специалистам, получить консультации или пройти диагностику, жителям района Новая Согра надо было выезжать в город. Сколько в среднем вы принимаете человека в день? Ну, на данный момент у нас в среднем около от 600 до 800 приемов в день. Это много или мало по меркам больницы? Это достаточно много. То есть, получается, если вы посчитаете, это от 12 до 15 тысяч посещений в месяц. Любые виды консультации, а еще профилактика многих заболеваний. Все это происходит на оборудовании, о котором многие клиники в стране пока только мечтают. Кроме того, здесь открыто детское отделение собственным входом. Такой комплекс, он, наверное, один. Не только в городе, но и, я думаю, что и в республике таких комплексов будет мало. То есть, построены на средства инвестора? Да. В начале 90-х годов чрезмерно тяжело было вести производство. И мы в то время ощутили огромную поддержку государства. Теперь, значит, мы решили помогать каждому, кто где живет. Казахстан должен войти в число самых развитых 30 стран. И я призываю всех бизнесменов, которые вышли, особенно со своего района, там где-то, где он родился, он должен оказывать помощь. Для бизнесменов это престижно туда вкладывать деньги? Знаете, может быть, заменим слово престижно таким, что предприниматели чувствуют свою ответственность и помогают своему силу АУ, городу, школе. То есть, есть средства, вы даете? Да. Если вы хотите, что есть однозначный ответ – да, престижно. Никто из этих предпринимателей в списках «Форбс» не числится. Объединяет их одно – желание помочь своему региону. Всего же в формате социальной программы «Минан Мег Тебем» на средства бизнесменов с техникой укомплектуют 277 учебных заведений. Новую мебель завезут 40 школ Усть-Каменогорска. Главная цель проекта – улучшить качество жизни казахстанцев за счет поддержки предпринимателей. Бизнесмены Востока готовы к сотрудничеству государством и обществом. Марат Токмагамбет, Абдулла Исаев, ЖДКУН И говоря об общенациональной программе «Рухани Жангару», одной из целей которой патриотическое воспитание молодежи через сохранение исторической памяти о великих предках, просто нельзя не отметить еще одно событие уходящей недели. Оно произошло, хотя и географически очень далеко от Казахстана, но к Казахстану оно имеет непосредственное отношение. В небольшом российском городе Невель отметили 95-летие легендарной Маншук-Маметовой. Впрочем, в этом городке каждый знает все не только о ее подвиге, но и о подвигах многих других бойцов из Казахстана, отбивавших Невель от фашистов. Тем временем в его окрестностях продолжает свою работу вахта памяти по поиску погибших воинов, состоящая из отрядов добровольцев из Казахстана и местных жителей. Специальный репортаж Салавата Тимирбулатулы. Казахстан и Невель разделяют тысячи километров, но связывает память о героически погибших в этой местности бойцах из многих городов нашей страны. Коренной невельчанин Василий Евсеев до сих пор не может представить, как казахские ребята могли преодолеть такой далекий путь. Раньше он жил на улице имени легендарной пулеметчицы Маншук-Маметовой, а недавно переехал на улицу снайпера Ибраима Сулейменова. Где Казахстан, а где этот Невель? Наше будущее. Защищали родину. Вы идите с Казахстана куда? Куда занесло? Знать все о героях, защитивших Невель, Василий требует и от своих дочерей Яны и Ани. А еще он самостоятельно научился готовить казахские блюда. И на зиму обязательно забивает одного барашка. Наверное, неспроста даже на улице Сулейменова, что Ибраима, что люблю баранину. Воспитанница Невельской школы искусств Аня Бутман мечтает стать такой же храброй, как легендарная пулеметчица Маншук-Маметова. Все свое свободное время девочка посвящает репетициям, написанию новых песен и стихов о подвигах героев Великой Отечественной войны. А на конкурсе наша Маншук она выиграла первое место. Подвиг Маншук-Маметова для нашей земли очень велик. Ну, и как бы она сделала многое. Поэтому мы должны гордиться и чтить память такого человека. Маленькие художники Сергей и Кирилл никогда не были на месте гибели Маншук. Но зато хорошо знают, как она самоотверженно защищала их родной город. Когда фашисты хотели ее совсем убить, она встала и стреляла изо всех своих сил, чтобы победить фашистов. Мы очень любили Маншук. Я хочу сказать спасибо Маншук. Подняли 227 бойцов, перезахоронили. Еще вот у нас буквально на днях состоится еще перезахоронение. Подняли девушку снайпера. Имя Маншук одинаково дорого, как для казахстанцев, так и и всех жителей Невельской земли. Вот и на этот раз поисковики по традиции отправились в деревню Заиване, где она приняла последний бой. Маншук было всего 20 лет. Могу отметить и сказать с уверенностью, что у нас в Невеле конкретно, сейчас спроси у любого человека, у любого ребенка, у любого человека абсолютно, кто такая Маншук Маметова. Они все скажут, что это герой Советского Союза, откуда она родом и так далее. Вот, ее очень-очень знают. Есть у нас музей, чтят память Маншук Маметова, героизм. Вот это без вопроса. Это та самая стратегическая высота 173.7, из-за которой в октябре 1943 года развернулись ожесточенные сражения. Роте, в которой служила Маншук Маметова, предстояло не просто захватить эту позицию, но и любой ценой удерживать ее. И сегодня, спустя 74 года, здесь до сих пор можно найти вот такие вот фрагменты колючей проволоки, а вокруг видны следы блиндажей и окопов. Молодой ученый из Павлодарского госуниверситета имени Турайгырова Аслан Азербайев специально приехал в Неве, чтобы придать новый импульс сотрудничеству с коллегами. В рамках общенациональной программы «Рухани Жангру» поисковый отряд созданный. При главном вузе при Иртышья намерен усилить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В планах не только поднятие останков и изучение военных архивов, но и выезды по местам боевой славы воинов-казахстанцев. Нужно воспитывать молодежь на их примере, чтобы они ближе прикоснулись к истории, побывали на братских могилах и своими глазами увидели места сражений. Командир знаменитого отряда «Гвоздико» в прошлом сам военный впервые показывает журналистам найденные за 13 лет поисковых работ предметы. Для них уже выделили новое здание. Личные вещи погибших бойцов станут музейными экспонатами. Мы подняли и перезахоронили со всеми почестями около 1570 бойцов. За это время очень проведена огромная работа. Было установлено из этих поднятых бойцов около 80 бойцов из Казахстана. На протяжении многих лет павлодарские поисковики под руководством известного общественного деятеля Жумабека Казина приводят в порядок братские захоронения в разных странах. А на Псковщине, к 70-й годовщине Великой Победы, у деревни Монакова, где пали 2500 красноармейцев и погибла Алия Молдогулова, возвели мемориальный комплекс. Освобождали эту землю воины сразу нескольких соединений. 178-й стрелковой дивизии, бойцы 22-й, 6-й армии, 10-й гвардейской и 3-й ударной армии. Это монаковское воинское захоронение, оно федерального значения. Оно дорого для нас, казахстанцев, тем, что здесь похоронено порядка 730 воинов-казахстанцев. Среди них, безусловно, конечно, и в основном это бойцы панфиловской дивизии. Освобождение Невеля вошло в историю как одна из быстрых и успешных операций. А в этом единственном уцелевшем в городе здании располагалась комендатура полковника Баймульдина. Не случайно командующий 3-й ударной армии генерал-лейтенант в то время Галецкий Кузьма именно выбрал в коменданты города военные Баймульдина, заместителя командира бригады 100-й казахской, а потом перед тем, как 100-я казахская стала 1-й стрелковой дивизией, на нее были возложены очень большие задачи. Здесь вы видите его медаль за отвагу, это медаль с номером 9. Медаль за отвагу появилась не так давно, к тому времени, и он был одним из первых, кто получил эту медаль. И тогда это была очень высокая награда. А это Невельская гимназия, которая уже много лет носит неофициальное название имени Маншук Маметовой. Теперь педагоги намерены узаконить этот статус. Город Невель всегда будет центром объединения дружественных народов россиян и Казахстана. Наши герои, которые действительно воевали, они не считались, они в одном государстве жили. И изучение вот этих жизненного пути, биографии наших героев, как раз это и есть тот центр объединения русского и казахского народов. Меня очень тронуло то, что жители Невеля очень любят и очень трепетно относятся к героям Маншук Маметовой. И это очень дорого стоит. Памятный митинг в честь Маншук Маметовой собрал едва ли не весь город. Здесь, на центральном воинском захоронении, покоятся сотни солдат и офицеров, в том числе первый комендант Абулхаир Баймульдин и снайпер Ибраим Сулейменов. Москва, Ярославль, Кострома, Иваново. А почтить память Маншук приехала и большая делегация российских казахов. Они договорились вновь встретиться в Невеле уже на 75-летие освобождения города от фашистов. Салават Семирбулатула, Самата Аспанов и Марат Игликов. Джетекун. Псковская область. Россия. На этом у нас все. Команда программы Джетекун прощается ровно на неделю, итоги которой мы подведем в воскресенье ровно в 9 вечера. До свидания и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин